Расскажите, пожалуйста, о вашем бизнесе. В 2010 году посетила идея открыть в Санкт-Петербурге такой маленький итальянский мир, салон красоты. Достаточно быстро мы его открывали на стрелке Васильевского острова. Не просто так, потому что сочетание воды, такой питерской архитектуры, этого места, такого достаточно тихого, мы решили открыть салон красоты. С какого возраста вы начали свою работу? Ну, во-первых, я работаю с 13 лет, и с 13 лет я не останавливаюсь вообще. Проходимость нашего салона – это полутора до двух тысяч человек в месяц. Почему именно парикмахер-стилист? Как вы поняли, что хотите связать свою жизнь именно с этой профессией? Как я стал стилистом, парикмахером вообще? Я, находясь в детском доме, спустился в медпункт, у меня просто болело там живот или голова, не помню. И она стрижет мальчика, он сидит, ему больно, она его дергает, и она ему оставляет большие лестницы. Я говорю, вы неправильно делаете. Она говорит, умеешь сам подстриги? Я взял расческу, эти ножницы, и логическим способом, понимая, что если я буду поднимать прядь, я его начало стрижить и убрал все лестницы. Таким образом, я подстриг его коротко. Что делает пацан, да, Кирюша? Он поднимается к нам на этаж, где мальчишки, 50 человек мальчишек, кричит, меня подстриг Соболев. Естественно, все ребята мои, одноклассники, они стали просить, чтобы я их подстриг. Ровно через полгода, когда я уже в полную стриг, почему я стригу мужскую стрижку 10 минут? Потому что у меня была колоссальная практика именно в детском доме. Меня устроил воспитатель мой на курсе парикмахеров. Это пошло идеально, просто быстро. Я сдал экзамены, и вот, и потихоньку, потихонечку, сарафаной радио, вот так я стал парикмахером-сталистом. Максим, а вам получилось вывести собственную формулу успеха? Если да, то поделитесь, пожалуйста, ею с нами. Надо чаще улыбаться. Не надо строить иллюзии в том, что все придет само и получится все вот так вот с бухты-барахты. Работать надо, работать и идти к цели, к своей до конца. Не надо бояться, а тратить свое время на будущий успех.